приветствую всех подписчиков зрителей моего канала сегодня решил сделать такой небольшой обзор сравнения различных гильз что меня натолкнуло это на канале поликарповича поликарпович привет удачи тебе успехов там во всем все наладится не переживай ссылочка на поликарповича канал будет внизу в описании а что был за вопрос был вопрос от одного подписчика можно ли в стартовый пистолет поставить холостой патрон 9 на 19 смотрите я не знаю как холостой патрон 9 на 19 у меня есть вот что у меня есть это стрелянный обычный холостой патрон 9 на 22 это у нас патрон 9 на 18 это с боевого пистолета вот 9 на 19 смотрите сейчас мы фокус наведем конечно макро возьмет не не берет так близко ладно 9 на 19 гильза и стрелянная травматическая гильза 9 на 22 9 19 9 21 9 21 и 9 на 22 давайте предварительно мы сейчас их померяем чтобы вы понимали значит берем наши стандартные гильзы которые используются в стартовых пистолетах толщина гильзы 9 35 показывает мой супер но будем на него рассчитывать то есть 9 35 9 36 это стрелянная гильза травматическая гильза чуть чуть больше 9 49 ну зависит от производителя ну 9 с половиной 9 я думаю эти миллиметры не сильно берем 9 на 19 гильзу 9 на 19 уже почти 10 9 91 смотрите по толщине и 9 21 такая же толщина по высоте естественно 22 холостая почти 22 21 62 9 на 21 почти 21 может брешет этот и тут 19 с копейками вот такие вот размеры гильз которые у меня вот имеются и мы их попробуем использовать в стартовых пистолетах получится ли их зарядить не получится ли зарядить а какие я буду использовать стартовые пистолеты я взял так самые такие известные это будет ретей 17 это будет blowtrer 92 она же carrera 50 это из новинок будет наш боевой пистолет но не боевое 13 по которому машины ездили в воде он купался также будет бореда 6 она же бореда с 56 stalker всеми известны 20 906 сур 16 26 08 прошу прощения который ну кому-то он не нравится я по нему сделаю краш тест посмотрите я думаю он выдержит и машину и воду но и всеми давно известный майор вот где-то так 7 пистолетов я отобрал и можно начать я так выбрал пистолеты которые относительно легко разбираются чтобы не заморачиваться тут сейчас с разборкой сборкой вот и начнем мы так немножко что упало давайте начнем мы с чего ну со всеми любимого stalker а все пистолеты холостые смысле стартеры для стрельбы холостыми патронами как разбирается stalker я уже показывал по моему всем известно если непонятно можете посмотреть у меня есть обзор и так естественно холостой патрон заходит без проблем и выходит и уходит куда-то на пол так нашли мы патрон травматически естественно такой же самый входит в патронник и теперь смотрим 9 на 19 9 на 19 вот дальше он не входит в патронник 9 на 21 тем более я сейчас соберу stalker а остальные пистолеты ну я не буду долго уделять внимание по разборке сборки потому что кому интересно тут найдет у меня на канале видео есть по разборке сборки практически всех это не практически а всех моделей ну stalker был первым вот следующий будем майор сейчас разбирать и смотреть так же сама майор разобран разбирается вы знаете очень быстро мы холостой и травматически я думаю нет смысла показывать они входят в каждый в любой патронник потому что 9 на 22 родной размер для стартовых пистолетов вот так у нас ходит 9 на 19 вот и 921 идентично со stalker патронник не спускает себя такую сюр так же самым то есть эти гильзы и и пусть даже холостые патроны калибра 9 на 19 9 на 21 они не подходят для использования стартовых пистолетов потому что это немножко совсем другой размер гильзы смотрим ритей так же само то есть заходит чуть-чуть в патроннике есть в каждом небольшое ну как конусный вход для подачи подачи патрона из магазина и вот вы видите что не входит это я уже 4 даже 5 это уже 5 пистолет у нас не 4 4 пистолет который ну он не принимает эти размер 9 на вот видите вот видите кстати у а сотова есть интересная особенность но я не знаю я показывал не показывал смотрите если гильзы не раскатываются при том когда пистолет находится на затворной задержке и магазин не извлечен можно положить сюда патрон и он как в дробовике то есть мы можем положить его и все на других пистолетах я такое не встречал ну может он конечно и присутствует но я так недавно обнаружил это на данной модели ну что бореда а6 я также предполагаю что патрон у нас не надо снять потому что мы застрянет он и мы потом его не извлечем оттуда нормально вот бореда так же самое то есть все патроны которые не предназначены для стартовых пистолетов это они не годятся для использования в стартовых пистолетах они просто туда не станут ну всеми известная карера 50 это r92 blue так же само не предназначена для использования калибра 9 на 19 или 9 на 21 9 19 смотрите чуть-чуть входит и все дальше дальше патрон гильза не входит поэтому не рекомендую экспериментировать если не хотите потом извлекать какими-то способами эти гильзы потому что они просто могут застрять в патроннике и будет потом не очень хорошо ну где-то вот такое вот небольшое видео вот а обзор будем делать следующий на блоу мини и 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